Авторский проект Андрея Усенко. Разговор по делу. Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Разговор по делу». Увиду я, Андрей Усенко, и у меня в гостях сегодня Александр Салтыков, руководитель компании «Сфера». Здравствуйте, Александр. Добрый день. Давайте уточним направление деятельности. Как сами для себя формулируете? Я бы сразу сказал, там реклама, но я знаю, что где-то что-то глубже и шире. Что сейчас, чем сейчас занимается компания «Сфера»? Ну да, действительно, уже не совсем реклама. Компании «Сфера» в этом году исполнилось 15 лет. Соответственно, начиналась как наружная реклама и дальше переросло. Я, наверное, сейчас позиционирую предприятие как многофункциональное предприятие. То есть мы занимаемся огромным количеством направлений. Помимо наружной рекламы в масштабах страны с крупными федеральными заказчиками, мы занимаемся производством медицинского оборудования, рециркулятора, облучателей воздуха. Казалось бы, наружная реклама и медицина. Но, тем не менее, это тоже наше направление. Мы очень серьезно сейчас занимаемся металлообработкой, дезинфицирующими средствами. Еще достаточно много разных направлений. С чего начиналось все-таки? 15 лет назад, это у нас середина 2010-х, середина нулевых. Такое время оптимизма, энтузиазма, экономика на подъеме, дефолты позади, стабильность. Как все началось? Откуда? Откуда взялось? Вот именно так и казалось до 2008 года, когда там следующие не произошли. На самом деле, виной всему, не побоюсь этому слову, юношеский максимализм. Я работал в тот момент в компании МТС в маркетинге. И вот я хочу свое. Вот прям вот. Не знаю зачем, но хочу свое. Свой бизнес, все эти вещи. А учитывая, что в одной из ключевых направлений, которым я занимался в МТС, как раз была наружная реклама, собственно, я сюда и пошел. То есть первая клиентская база и так далее. Это все люди были уже мне знакомы. Начиналось, безусловно, очень так. Да как, наверное, у всех, да, кто начинает малый бизнес самостоятельно. Там первый станочек печатный, да, то есть первое, там, сам всем все разводишь, сам заказы принимаешь, даже сам печатаешь иногда. Вот так оно все и начиналось. И дальше мы начали расти потихоньку, постепенно. Так все и происходило. Благодаря или вопреки? Люблю задавать вопросы тут бизнесменам, потому что та самая история о том, что не надо помогать, нам не мешайте. Вот вообще за 15 лет ощущения благодаря или вопреки? Ну, всегда вопреки. Всегда вопреки. Всегда вопреки, стопроцентно. Я вообще считаю, что все в этой жизни приходит через боль. Ну, как в спорте, да. То есть вы, не знаю, два месяца сидели дома, ничего не делали, пошли в спортзал, а уже будет все болеть. Здесь то же самое. То есть все, чего ты достигаешь, всегда через боль, переживания, моральные какие-то вещи, материальные вещи, да, там, время и так далее. Всегда вопреки. Мало того, у нас даже получается парадоксальная ситуация. Это кризис и для нас лучшее время, казалось бы, парадоксом. Но, тем не менее, это так. И когда все немножечко там как-то так затихают, пытаются там переждать все это дело, у нас вот самое наше время. Поэтому у нас всегда вопреки. Всегда идет все напротив. В этом, наверное, кстати, и секрет успеха. Как компании. Как компании, безусловно. Как приходили к вот этой диверсификации? Я понимаю, что рециркуляторы, это, собственно говоря, ответ на запрос, да, условно говоря, там, который возник на рынке. Но, кроме этого, вы сами перечислили еще целый ряд направлений. Вот как это происходит? Как руководитель компании, работающий, уже вроде налаженные процессы, все. Как он приходит к тому, чтобы вот, ну, давай попробуем еще что-то. Мне интересно вот это внутреннее, да, вот внутри, как это происходит у человека. Объясню. Значит, наверное, главная причина в том, что мне всегда всего чего-то мало. То есть мне всегда становится, наверное, даже не так. Мне всегда скучно. То есть вот как только я чего-то достиг, я не знаю, кто-то там говорит, что это там знак зодиака, водолей, да, им всегда нужно что-то новое. Я не очень верю в гороскопы, но тем не менее, у меня всегда так. То есть мы чего-то сделали, мы чего-то достигли, и это пройденный этап для меня скучно. Мне нужно что-то новое. Я очень много изучаю, утрачу времени на то, что анализирую, что происходит вокруг, в макроэкономике, в стране, с коллегами, с конкурентами общаюсь и так далее, и так далее. Это все наводит на какие-то мысли. И пробуем, пробуем, пробуем. Безусловно, надо понимать, что там из ста проектов, там, если один, два, три, пять, может быть, стрельнули, тогда да, получилось. Это не идеальная всегда история. Но, наверное, главный внутренний движущий фактор, это как раз то, что мне лично становится скучно. Вот. Всем остальным нет, мне да. Хорошая фраза, я тоже иногда ее произношу, я, правда, сам ее трансформировал. Когда начальник говорит, что у него появилась замечательная идея, это значит, что у его сотрудников появилось много нудной работы. Абсолютно. У меня эта фраза всегда после отпуска, и обычно там генерация происходит. Я приезжаю из отпуска, первая планерка, я говорю, ребята, у меня есть идея. Все такие, да, ну, не. Поделюсь, я недавно у себя в коллективе столкнулся с тем, что, собственно говоря, там, пытаясь поставить очередную задачу, услышал в ответ, что вот чуть полегче, сейчас мы вот с этим разберемся, станет чуть полегче, и мы займемся. И я сказал, если вам станет чуть полегче, значит, я плохо работаю. Я, для меня, честно, немножечко странный вопрос. Ну, то есть, у меня, я таких вопросов не слышал, честно, да. У нас достаточно, у меня очень хорошая команда, она достаточно давно сформирована, практически у меня нет текущих кадров, среди топов точно нет. И они, может быть, думают так внутри, да. Да, то есть, бывают такие моменты, я допускаю, и, скорее всего, наверное, так и есть. Но говорить уже давно не говорится. Но у нас нет, нет, у нас нет такого. То есть, у нас, если ставится задача, то мы прям работаем. Причем, что мне нравится, меня очень научила компания МТС вот этой всей корпоративной культуре большой организации. И очень многие вещи я понимаю, какие нельзя допускать. У вас нет проблемы сейчас, переходы из небольшой совсем, нет проблем роста. Проблемы есть всегда, то есть, все равно это не безболезненно проходит. Я немножко здесь про другое. Я про то, что в больших корпорациях существует проблема вот как раз вот этих внутренних вещей. Бывают там войны между отделами, бывают какие-то недопонимания, какие-то вот конфронтации. Очень много времени на это уходит. А я у себя этого не допускаю. То есть, у меня это в принципе невозможно. У меня когда там начинаются попытки, они в зародыше сразу погибают. И поэтому у нас, наверное, даже так вот есть задача, с ней могут быть не согласны, но ее делают. Это причем даже получилось так, что поначалу ребята пытались слить еще какие-то вещи, а сейчас они понимают. Вот когда запускается новое направление, они мне уже доверяют, они мне уже верят. Настолько, что даже если они не согласны, они идут это делать, помогают друг другу еще как-то. Все не идеально, безусловно, да. Но тем не менее, вопрос о том, что сейчас погоди, мы с этим тут немножко разгребемся и пойдем дальше делать. Нет, такого нет. Ну что ж, возьму на вооружение, надо и мне с этим разобраться. Смотрите, упомянули коллектив. Последний год, наверное, с небольшим перерывом весной, вопросы кадров я там слышу от всех абсолютно предпринимателей, с которыми я так или иначе там общаюсь. Я перестал практически слышать, например, вопросы проверок, остается в повестке вопрос кредитования, вообще доступа к финансам. Но кадровый вопрос звучит в каждом первом разговоре. Вы сказали, что нет текучки, но все равно расширение видов деятельности, расширение направлений подразумевает набор персонала. И в любом случае вы, как руководитель, сталкиваетесь с ситуацией, понимаете ее фактуру в текущем моменте. Вот что скажете про эту ситуацию с учетом того, что вы сказали, что общаетесь с конкурентами, с коллегами, изучаете моменты. Потому что я поясню, почему так долго задаю вопрос. Мы понимаем, что это не ситуативная история. Мы столкнулись с демографической картинкой, просевшей. И с тем, что приходящая на рынок труда молодежь, она очень непростая. Очень непростая согласие. И как с ней работать, это вопрос. Вот что по этому поводу, как руководитель, как собственник, который, собственно говоря, понимает, что кадры это ключевой, наверное, ресурс. Что думаете по этому поводу? Мы, безусловно, у нас была очень... Эта проблема у нас началась в году, наверное, там, в 17-18. Прямо очень остро мы ее ощутили. И я, наверное, попробую рассказать свое решение. У нас сейчас проблемы кадровые исключительно локальные. Ну, то есть вот прямо здесь и сейчас, когда надо очень быстро закрыть вакансию, может пройти какой-то там 2-3-5 дней, да, небольшой период. Но глобальной проблемы у нас нет, как бы ни парадоксально звучало. За счет чего мы это сделали? Значит, первое, у меня в составе есть очень хороший кадровик. Это, ну, это в любом случае. Если вы берете себе сотрудника, занимаетесь наймом, вам все равно нужно работать с кадровиком. В штате, не в штате, это уже другой вопрос, неважно, там, в зависимости от размера предприятия. Но кадровик обязан быть, он позволяет сделать вот этот самый главный первый фильтр людей. И вы не потратите время на людей бесполезно. Вы не представляете, сколько это проблем снимает. 50% проблем минимум это снимает. Вторая история. У меня же ситуация еще сложнее, знаете, чем? Тем, что моим специалистам, например, производственным, не учат вообще. Нигде. От слова совсем. Ну, то есть там, если еще там на лазерный станок по металлу я могу найти человека, да, с образованием, то в ситуации, там, на широкоформатный принтер, там, и так далее, я не могу найти, их просто не учат в стране. Как мы решали эту проблему? Первое. У меня штат, вот, ключевой высококвалифицированных специалистов, он у меня достаточно давно, он так вот годами выращивается. И мы учим сами. Мало того, что мы не просто учим сами, а здесь есть такая ключевая штука, мы разбиваем на мелкие операции. Вот приведу простой пример. Для того, чтобы сделать объемную букву, да, все представляют, что такое объемная буква, нужно там, не знаю, порядка там 15 разных операций, да, там, вкручивание саморезов, установка светодиодов, там, борты и так далее, и так далее, и так далее. То есть, в целом, изделие, это сложное изделие, то есть, оно требует квалификации, опыта и так далее, и так далее. Мы все операции разбиваем на мелкие. Вкручивание самореза, это одна операция. Выполнение еще одного действия, это еще одна операция. Это позволяет делать это людям с невысокой квалификацией? Да, именно об этом речь и идет. И мы, во-первых, это позволяет очень здорово понять, выстроить производство, да, то есть, разбить его на процессы, в том числе с замерами по времени, по планам и так далее, и так далее. Это позволяет математически оцифровать все эти процессы. Это раз. И второй момент, это вот пришел человек, он может идти с улицы и ничего не знает, не понимает. Кто его поставит на объемную букву? Да, конечно, никто. А вот крутить саморезы при базовом обучении, и мы пишем простые инструкции, иногда делаем видеоинструкции, то есть, видео, текстовое и так далее. И это позволяет нанимать людей менее квалифицированных, их проще найти. И таким образом, вот, постепенно так учить. Вот он научился крутить саморезы, я не утрирую сейчас. Я понимаю. Ну, вот смотрите, здесь даже, наверное, не про ваше предприятие, а про, ну, мировоззрение, да, там, знаю, что интересуетесь, тоже, да, смотрит. Вот я в свое время там задумался, будучи часто в Москве, и, как многие, да, я в свое время обратил внимание, что половина, наверное, там, ну, зачастую половина людей на улицах Москвы, это курьеры и таксисты. Ну, утрирую, как бы, ну, да. А мы ведь что думали? Мы думали, что когда искусственный интеллект разовьется, вот, как бы, он будет заниматься всеми низкоквалифицированными операциями, а человек станет творцом, он станет заниматься какими-то прям высокоинтеллектуальными, художественными, там, не знаю, еще вещами. На данный момент идет абсолютно обратный процесс. Абсолютно согласен. А, собственно говоря, там, технологии замещают сложные интеллектуальные процессы, а человек в значительной степени, в большом количестве, ну, наоборот, так принудительно деградирует до простейших операций, да. Вот это что? Это, собственно говоря, направление навсегда надолго? То есть какое-то произойдет разделение вот так вот? Или у этого, с точки зрения, ну, технологий есть где-то точка, в которой это изменится? Вот здесь, ну, футуристично немножко, но мне вот действительно интересно, вот, куда пойдем-то мы? Вот я попробую сейчас, сразу ответ, куда мы пойдем, я точно не знаю, я, наверное, попробую описать, что сейчас происходит со своей точки зрения. Приведу пример на автомобилях. Очень такой, на мой взгляд, шикарный пример. Все идет от экономики. То есть мы жили в век, когда у нас было потребление очень высоким, причем сверхвысоким. У нас был Советский Союз, да, значит, там мы растили квалифицированные кадры, делали какие-то вещи. Вот у нас там действительно была, ну, очень серьезная научная школа, образовательная школа, система трудоустройства, что немаловажно. И, ну, потребление в стране было низким. После того, после 90-х годов, да, у нас потребление стало высоким, и вся мировая экономика, она, в принципе, заточена на то, чтобы производить все больше, 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 больше. Для производства всего больше, 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 безусловно, требуется автоматизация, роботы, какие-то процессы, конвейеры и так далее, и так далее, и так далее. Эта история, на мой взгляд, закончилась. Потребление сейчас будет сильно ниже, оно будет падать, причем падать будет в разы. На примере автомобилей, да, то есть автомобили будут производить все меньше и меньше, но ценники на них будут сильно выше, что мы сейчас, собственно, видим. В этой системе, скажите, условно, нужны ли роботы, чтобы производить такое количество? Нет. Соответственно, в них никто не будет инвестировать. Я, безусловно, может быть, утрирую как-то немножко здесь ситуацию, просто для понимания, да, да, да. Вот, все зависит от потребления. То есть, если у нас нет высокого потребления, да, то есть конечным покупателям, в этой истории не нужны эти высокотехнологичные вещи. Это не говорит о том, что наука не будет развиваться и так далее, но с точки зрения высокотехнологичных вещей для скорости производства в этом не будет задач. А что будет дальше, сейчас в данный момент непонятно абсолютно. То есть, какая будет модель потребления, какая будет экономика и так далее, это в данный момент непонятно от слова совсем. Причем нигде, ни у нас, ни в мире. Да, мы там жили в парадигме там зеленого экологичного ответственного потребления, да, и снова сейчас там распаковываем угольные радиостанции, электростанции. На мой взгляд, у нас сейчас должна, мы будем, мы в какой-то степени, прошу меня понять правильно, возвращаемся в Советский Союз с точки зрения потребления, с точки зрения, опять же, необходимости. Я сейчас про производство все тоже говорю, да, то есть, вот про, с точки зрения необходимости кадров и так далее, запрос на высококвалифицированные кадры будет расти, и систему образования нужно не просто менять, ее надо менять вчера, ее надо срочно, вот все бросать и заниматься. Мы в палате этим вопросом, ну, вот практически, там, год занимаемся очень плотно. Мы видим эту проблему, связанную с тем, что, там, на запрос работодателя, да, система отвечает, ну, несоответствующим продуктом, назовем это так. Как организовать это? Есть какое-то видение? Я считаю, что здесь, в этой истории, наверное, вот, особенно тяжело будет большим предприятиям, да, то есть, когда огромное количество людей и так далее, их нужно, их нужно самостоятельно разрабатывать программы образовательные, самостоятельно учить людей, самостоятельно. Это могут быть курсы и так далее. То есть, если мы говорим о конкретной специальности, не знаю, там, оператор станка какого-то, в этой истории нет задачи учиться пять лет. Даже три года, если честно, нет задачи. У меня обучение базовое проходит, там, в течение месяца, ну, по серьезным станкам, машинам, да, некоторые операции, там, полдня происходят. Ну, а нужна тогда вообще система? Система образования в стране нужна в целом и общем. Я сейчас говорю про локальное решение каждого конкретного предприятия, потому что это будет все равно необходимостью, чтобы закрыть здесь и сейчас. Я понимаю, а чему тогда учить? А государство? Чему учить? Ну, школа, понятно, да, это какой-то там, как и положено, средний уровень образования, чтобы ты, ну, самосуществование мог, осуществом, реализовать. А дальше как вот это среднее, профессиональное, высшее, пять лет в вузах? Это ведь тоже сейчас вопрос. Ты начинаешь учиться тому, что к окончанию срока твоего обучения уже, ну, мягко говоря, неактуально, да, и в отношении специальности, в отношении знаний, отношении всего. Как системе образования в потребности экономики-то вписаться? Все очень просто. Нужно подключать реально, неформально, подчеркиваю это слово, нужно подключать реальных производителей, сообщества производителей, ассоциации и так далее. То есть, понимаете, там, я не знаю, в Минпромторге есть определенное видение у крупных заводов, у там, ну, даже у мелких заводов и так далее. У них есть свое видение, свое понимание, что будет дальше, да. Если не будет здесь этого симбиоза, если не будет здесь этого общения, реального, настоящего, неформального, подчеркиваю это слово, с пониманием потребности предприятий, ничего не будет. И готовностью идти им навстречу. Ну, именно про это я и говорю, про реальное общение. Потому что ведь в системе тоже, ну, она, собственно говоря, функционирует, выдает продукт, и дальнейшая судьба продукта далеко не всегда является предметом изобоченности. Безусловно, да. Как любая замкнутая система, она там самовоспроизводится, собственно говоря, там, и пытается себя сберечь, что называется. Что в рекламе сейчас все-таки происходит с точки зрения рынка, спроса, вернемся вот к этому базовому направлению вашей деятельности, да. Что там сейчас? С одной стороны, там, там, страна закрывается, там, да, в силу объективных обстоятельств, уходят крупные заказчики, интернациональные, там, да. С другой стороны, как говорят, там, многие мои знакомые, там, из страны некуда уже, как бы, уходить к деньгам, и они остаются здесь, теперь их надо куда-то вкладывать. Что вот здесь, что с рекламным рынком? И, ну, может быть, профессиональное мнение выскажите по поводу того, что сейчас на федеральном уровне в отношении регулирования по нарушке хотят реализовать. А, да, я понял вопрос. Ну, смотрите, значит, здесь, опять же, нужно разделять немножко местные рынки, да, и рынки федеральные. Это сильно разные вещи. Наружная реклама раньше была, там, немножко более многогранной и более объемный рынок. Почему? Потому что это вопрос даже не, там, в регулировании государством, или вопрос, там, в каких-то санкциях, в кризисе и так далее. Дело в том, что интернет, безусловно, очень сильно подвинул наружную рекламу. Сейчас парадоксальная ситуация немножечко обратно откатывается, да, то есть, да, есть такое. Почему? Потому что мы же понимаем, что там некоторые соцсети закрывают, некоторые вещи есть, а это были очень мощные площадки для сверхмалого бизнеса и для самозанятых, в первую очередь, для продвижения себя. Потому что это фактически был для них единственный доступный канал. Наружная реклама в каких-то моментах была более дорогой. Мало того, мы все привыкли еще и в пандемию сидеть дома и так далее, зачем мне наружная реклама. Вот там был действительно провал. Я даже видел по федералам, у меня падение было 37% по рынку наружной рекламы. Это сильно на самом деле. Вот, 20-й год, это вот так и было. Что касается федералов, мы сейчас говорим про изготовление наружной рекламы. Не про носители. Да, не про носители, а именно про производство. Оформление, вывески, всевозможные баннеры, таблички и так далее. Я не знаю, честно говоря, здесь даже, там немножко инертная более ситуация, да. То есть, если есть планы, особенно по тем федеральным компаниям, которые местные, российские я имею в виду, да. То есть, не кировские, а российские. У них как было все по плану, так и идет по плану. То есть, там, не знаю, есть у Почты России, да, там планы переоформления офисов на этот год. Ну, вот мы сейчас 31 регион делаем. Ничего здесь не меняется. Надо понимать, что вот известное, если мы говорим с точки зрения обывателя, да, то есть, известные бренды ушли какие-то, да, там и так далее. Надо понимать, что это рынок очень маленький для наружной рекламы. Почему? Потому что, ну, вот вы оформили там 5, 10, 50 торговых центров, грубо говоря, с этим брендом. Так они уже были оформлены. То, что у них там есть, это, ну, акции, замены, еще какие-то вещи, это, на самом деле, очень малая часть. Она не несет какой-то серьезной нагрузки. Поэтому, я не знаю, рынок, мало того, кстати, мы получили обратный отскок с точки зрения того, что когда позакрывали сети, да, то есть, народ, ну, как-то же надо рекламироваться, да. То есть, соответственно, народ начинает, клиенты начинают с заказа больше уходить в наружную рекламу. Вот, кто-то не дружит там с ВКонтакте, да, кто-то с Телеграмом подружиться не может. Телевидение, кстати, очень многие вообще сейчас не воспринимают, очень зря, но тем не менее. Вот, поэтому наружная реклама, вот такой есть локальный всплеск, потому что оно немножко есть. Хорошо, а что с, чуть попозже про вот эту федеральную там новацию в наружке, а что с материалами? Ну, вы производитель средств наружной рекламы, то есть, вы не агентство, которое там на билбордах вешает там эти плакаты, вы производите. Я знаю, что достаточно большой объем, собственно говоря, материалов и комплектующих, они импортные были. С ними что там, все Китай или удалось заместить все Китаем? Ну, на самом деле, здесь ситуация тоже не настолько плачевная, как кажется. Почему? Да нет, нормально здесь ситуация. Дело в том, что европейских материалов с годами становилось все меньше, 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 меньше. Американских вообще никогда не было. Дорого или их нет, в принципе? Дорого, очень дорого, да. По Европе есть пара позиций, но они абсолютно не критичны. Абсолютно не критичны. В основном, очень много, кстати, производства стало в России. Вот хотел спросить, а видите здесь какие-то ниши с точки зрения там, ну... Наверное, нет. Объясню почему. Потому что я не вижу себя, я не вижу здесь рынок, скажем так, для себя. Может быть, это мне просто не очень интересно самому лично, да, потому что взять, выстроить там, ну, взять, поставить одну линию, да, ну, мне скучно это. Потому что у нас работа вообще, вся наша работа, она проектная, как правило. И даже если у нас идет там 10 тысяч рециркуляторов, один заказ, мы выстраиваем мини-конвейер, то есть мини-завод, да, у нас получается внутри завода. Но, тем не менее, это проект. Вот эта работа нам интересна, мы в ней очень сильны, очень крутые. А выстраивать предприятие, которое выпускает один и тот же вид продукции, там, постоянно, с тем и так далее. Годами и десятилетиями. Я, во-первых, не очень люблю это, да, лично. Вот. Во-вторых, как показывает жизнь, вообще ничего не вечно. Ну, то есть взять и выстроить, там, инвестировать огромные деньги в какой-то завод, который у тебя будет делать, а послезавтра что-то, ну, то есть глобально все изменится. Ну, это, на самом деле, не самый маленький риск. Поэтому. Я по этому поводу, ну, постараюсь быть оптимистом и всегда вспоминаю Салтыкова-Щедрина, нашего известного там некоторое время земляка. Мне кажется, он даже в период своей там ссылки это сказал. Хорошая есть фраза, она говорит дословно. Власть российская должна содержать народ свой в состоянии постоянного изумления. Поэтому вот иногда думаешь уже нечем, но нет, находится. Александр, коротко, перед небольшим, будет у нас перерыв на рекламу через несколько минут буквально. Монополизация рынка наружной рекламы, законопроект, который несен в Госдуму в интересах там явно одного из крупнейших операторов. Сначала одним словом, хорошо или плохо, а потом почему? Мы сейчас говорим про то, что будет некий оператор, который контролирует цифровые экраны. Мы про это говорим сейчас. А мне кажется, что здесь вопрос даже, ну, монополизация была есть и будет во всех отраслях. Стремление. Стремление, безусловно, да. То есть даже если где-то бывает оно формальным, где-то бывает там фактическим, где-то бывает там формально разделено, фактически это одно. Но это во всех отраслях, не надо думать, что наружная реклама здесь будет исключением. Я, честно говоря, здесь немножко другое за этим вижу. Мне, честно, не очень интересно, да, с точки зрения, что там у кого-то в одних руках окажется, там еще как-то и так далее. Не вижу я в этом проблемы. И даже могу объяснить потом, ну, это уже более такой широкий ответ, почему. Я вижу здесь немножко другую историю. Другая история заключается в том, что государство ставит под контроль информацию, которая доносится. Хорошо это или плохо? Я считаю, что хорошо. Это оставался один из немногих каналов, который еще, ну, условно говоря, не был таким образом отрегулирован. Именно так. Я объясню, почему хорошо, потому что государство должно заниматься информацией, оно должно транслировать свою позицию. Если у него есть бесконтрольные источники информации, сейчас мы можем сколько угодно говорить там про свободу слова, все вот эти вещи. Демократия, да. Да, вот это все вот не от лукавого, да, но, наверное, как-то вот близко к этому. Еще раз говорю, есть позиция государства, она должна транслироваться, она должна доноситься до людей всеми возможными способами. Не должно быть ни подконтрольных вещей государства. Это не Советский Союз, это не утрирование, да, там, каких-то вещей. Это должно быть. Слушайте, ну, на самом деле, я достаточно давно с этим столкнулся. Старшее поколение, там, вспоминает СССР. Там, новое поколение зачастую упоминает развитые европейские страны. Но мы с вами прекрасно знаем и понимаем, находясь где-то вот посередине, застав и то, и то, мы понимаем, что и там, и там идеология была достаточно очень сильным инструментом деятельности и влияния государства. И там, и там. И это продолжает сохраняться сейчас. Совершенно верно. Потому что я, например, там, ну, по Европе сейчас, вот, лично считаю, что они прям такой вот махровый СССР с точки зрения деятельности в инфополе реализуют. Причем зачастую даже прям сильно, сильно больше, чем СССР. Сильно больше, да. Прервемся на небольшую рекламу. Это программа «Разговор по делу». Через несколько минут вернемся к тому интересному разговору, который ведем с Александром Салтыковым. Возвращаемся в эфир. Программа «Разговор по делу» веду я, Андрей Салтыков. У меня мой гость сегодня Александр Салтыков, руководитель компании «Сфера». Поговорили про мировые масштабы, тренды, тенденции и все остальное. Вернемся к нам сюда, в Киров. У меня в гостях достаточно часто бывают люди, которые занимаются в Кирове производством. Вот прям производством. Причем во многих случаях мы даже не знаем о том, что производится. Вы сейчас сказали про десятки тысяч рециркуляторов, которые там производятся. И это здесь у нас в Кирове. И мало кто знает о том, что у нас есть такие производства. Вообще, как в Кирове? Меня всегда удивляет, когда бытует мнение, что у нас-то плохо. Вот везде хорошо, везде хорошо, а у нас плохо. Я благодаря своей работе знаю, как ситуация в других регионах обстоит и понимаю, что далеко не всегда это так. В чем-то, да, в чем-то есть у нас проблемы, но в других регионах своих проблем хватает. Вот вообще вам каково вести бизнес в регионе? Ну, собственно говоря, каково вести бизнес в регионе? Мне, ну я патриот, начнем с этого. Абсолютно искренне, да, там, причем я являюсь одним из крупных налогоплательщиков Слободского района. Я реально этим горжусь. Ну вот, но это движет. Я не собираюсь сюда уезжать. Я горжусь тем, что я везу сюда налоги, в том числе и в Киров, и в область. Вот. У нас, вы очень правильно сказали, у нас одна из самых главных проблем, мы очень себя недооцениваем. Очень. Я очень много езжу по стране, я очень много езжу по миру, смотрю всевозможные производства, напрашиваюсь ко всем, там, конкурентам, еще к кому-то. И, слушайте, у нас здорово. У нас, причем здорово не просто на уровне, там, выпускаемой продукции, это ведь еще полдела, у нас ведь есть еще и внутренние вещи, да, как мы организовали процесс работы, внутреннюю логистику, какие-то, вот, там, сама бизнес-модель и так далее. У нас очень, очень хорошее в Кировской области есть предприятие, очень классное. Мы, главная наша проблема, мы себя недооцениваем. Даже я вот, ну, вроде как, у меня все нормально с самооценкой, даже можно было бы где-то чуть пониже, вот, но я такой, ну, блин, мы маленькие, мы тут еще что-то. Я приезжаю на огромный завод, там, крупнейший производитель, там, по изделиям из нержавейки по стране, и я понимаю, что у меня лучше организованный процесс, еще что-то и так далее. То есть, вот, это, действительно, мы очень себя недооцениваем, а у нас очень много классных, крутых предприятий, очень много. Причем, у нас даже, знаете, кстати, у нас в культуре до сих пор, это же вообще провинциальная история, да, там, немножечко закрыться, не рассказывать и так далее. Вот, 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 вот это, это большая болезнь, с которой мы боремся, я лично вообще борюсь, да, я выводил маркетинга полноценный, создал в начале этого года с одной единственной целью, чтобы о нас хотя бы узнали. — Слушайте, я на прошлой неделе буквально выступал на одном из мероприятий и сказал, предприниматели очень многое умеют делать хорошо, очень многое. Начиная, собственно говоря, с самого бизнеса и, в том числе, там, бороться с госструктурами, преодолевать трудности, все остальное, есть то, что они не умеют делать хорошо. Это рассказывать о себе. — Рассказывать о себе, да, именно так, абсолютно согласен, это беда предпринимателей. — Ну, в том числе и это, собственно говоря, там, цель моей программы, рассказывать о тех людях, которые работают, у нас в городе многого добиваются. И сегодня у меня такой как раз гость. Ну, вот вопрос, который я зачастую тоже предпринимателям задаю. Государство все у нас пытается так или иначе бизнесу помочь. Ну, вот не прекращает оно эти попытки много-много-много лет. И вроде как по отчетам все выглядит хорошо, и помогают, и денег на это там много выделяется, и целые структуры работают. Вообще нужна помощь государству, предпринимателю. Вот для меня даже вот этот базовый вопрос всегда очень такой вот сложный. То есть, ведь это ведь еще начинается как бы, а почему этому помогли, этому нету. А этому помогли, значит, за счет денег вот этого, которому не помогли, но который тоже заплатил налоги. Как выбрать, кому помогли? Вообще нужна помощь? Вообще, на самом деле, мое сугубо личное мнение, предпринимателю нужно не мешать. Не столько ему нужна помощь, сколько ему нужно не мешать. Вопрос обид я вообще, честно говоря, не очень понимаю. Если вы начинаете философствовать о том, что кому-то там где-то больше повезло, вы вообще какой предприниматель? Вы о чем говорите вообще? Вы не предприниматель. Вы предприниматель, человек, который в любых непонятных ситуациях, внешних, внутренних и каких угодно факторов, да, начинает что-то предпринимать. Вот. А смотреть на других с точки зрения вот каких-то вот, знаете, таких бытовых обид, ну, извините, детский сад. Помощь государства, штука шикарная. Это, знаете, как в кредите с микрофинансовой организацией нужно очень внимательно читать мелкие шрифты. Можете меня закидывать помидорами, но это реально так. Потому что есть помощь, да, она как бы есть. Есть реальные случаи, когда мне помогали. Да, то есть у нас был, например, там кредит на персонал, мне его выдали. Причем мне сами позвонили даже, я даже не знал, мне позвонили, представьте себе. И сказали, денег-то вам надо, возьмите. Я говорю, нет, не надо, они говорят, их не надо возвращать. То есть были реально случаи помощи. Есть случаи, когда классная, шикарная идея, но когда она идет в конечную реализацию, там есть какой-то мелкий шрифт. А вот тут немножко не подходит, а вот тут там еще как-то. Мне кажется, что нужно, может быть, это где-то на местах, может быть, там на нормативных актах каких-то. Это уже искажается информация, да, от того, что встает, там, указы президента, там, Мишустина и так далее. Но вот это большая проблема. И здесь проблема даже, наверное, еще глубже. Глубже она в чем? Все эти вещи порождают недоверие. Это ключевая проблема взаимодействия государства и бизнеса, это недоверие. И доверие восстанавливается, любое недоверие восстанавливается, очень тяжело, очень долго и так далее. Вот государству даже не столько нужно помогать, сколько нужно. Вообще роль государства для бизнеса какова? Правила игры. Государство задает правила игры. Стабильное и безопасное. Стабильное и безопасное. Мы должны понимать условно, да, что там в течение пяти лет, там, не знаю, налоги будут такие-то, сборы будут такие-то. Это будет так-то. Причем, если об этом сказали, то эти пять лет оно и должно быть. Иначе лучше потом не говорить об этом уже. Совершенно верно. Когда было неправильно, а теперь будет так. Никто не поверит. Да, да, об этом и речь. А у нас, к сожалению, зачастую бывает обратная история. То есть это не в смысле, наверное, чего-то хорошо, чего-то плохо. Да, то есть это просто... Ну, констатационно, да. Это да, это констатация факта. Поэтому я не знаю, как это доверие возвращать, наверное, я не отвечу на этот вопрос. Ну, вот вы упомянули вот эти зарплатные и безвозвратные кредиты, которые выдавались в пандемию. Вы знаете, я очень хорошо видел, как предприниматели брали их с недоверием, что все равно где-нибудь что-то. Когда действительно все произошло так, как было обещано, вот это был момент, которым я говорил на всех там, в Москве всем, я говорил, надо было пользоваться. Вот это был момент, когда предприниматели поверили, что... Да, да, абсолютно согласен. Вот он прямо был очень показан, что вот эти глаза удивленные, правда, вот так вот мне позвонили и дали, правда, это работает, государство побеспокоилось. Но потом, к сожалению, были, опять же, совершены определенные шаги с точки зрения налоговых условий и всего остального, когда вот этот заряд возможности изменения формата доверия друг к другу был потерян. Очень немного времени, Александр, остается, мы все про бизнес, но, собственно говоря, большинство людей, все, кто были в моей студии, их жизнь не только бизнес и не только семья. У всех что-то есть. Вот три минуты, Александр Салтыков, что в вашей жизни, кроме бизнеса, что еще в ней есть? Очень сложный, на самом деле, вопрос, потому что, ну, понятно, что есть встречи с друзьями, да, есть какие-то вещи, есть у меня хобби, да, я люблю летать там на самолете, в виртуальные тренажеры, иногда там реальные тренажеры, да, на реальный самолет меня, к сожалению, не упускают. Я просился. Вот, но не пускают. Не знаю, наверное, жизнь предпринимателя такая очень интересная штука. Я даже в отпуске, я всегда работаю. Это, знаете, это, знаете, это, наверное, не… как-то я грущу по этому поводу, вообще нет. Это, наверное, стиль жизни такой, он во всем. То есть даже если я иду в магазин, я все равно там мыслью действую как предприниматель. Вот когда есть любимое дело, когда ты им занимаешься вот прям с любовью, неважно, какое это дело, да, предприниматель, слесарь, сантехник, кто угодно, да, учитель, ты будешь там профессионалом. Тебе будет это нравиться, и ты будешь вот… кто-то же сказал эту фразу, да, там, если ты будешь заниматься любимым делом, ты ни дня не будешь работать в жизни. Вот у меня так, и у меня все идет через эту призму, и даже какие-то вещи, которые я делаю там личное хобби, оно все равно все где-то немножко так. Я очень люблю придумать какие-то шикарные, классные, законные схемы, да, когда ты можешь вот красиво обойти конкурента, красиво, не знаю, там, купить машину, да, там, вот это же все предпринимательство, это же классно. Вот это чувство, да… Это внутреннее состояние предприимчивости. Внутреннее состояние предприимчивости, да, наверное, вот это вообще главное двигатель. Вот она закончится, мне кажется, я умру сразу. А полеты виртуальные, что это, откуда? Ой, история вообще, я в 2010 году летел на самолете, мы очень там как-то так опасно приземлялись, там, все уже там кто-то смс-ки писал, библию читал и так далее. Ну, так мы очень все напряглись, и я решил, что страх надо выбивать страхом. Я пересмотрел все сезоны расследования авиакатастроф, все абсолютно, я сейчас знаю, там, половину систем управления самолетом я знаю оттуда. И после этого это зацепило. И вот это зацепило, я начал изучать, я прям начал, вот прям сидел в Ютубе, сидел, еще там в Гугле все это изучал, в Яндексе. Я поставил себе тренажер на компьютере, да, то есть летаю периодически. Перед отпуском всегда, кстати, на том самолете, на котором лечу, да, там, всегда, то есть я, если что, могу сесть и, там, посадить, взлететь. С Александром можно летать не особо опасаясь. Я, на самом деле, тоже очень люблю летать, и я в Москве ходил на этот имитатор Боинга 737-го и летал по маршруту в Москву-Акиров. Да, да, да. Со взлетным, со всем, там, правда, зашита была посадочная полоса взлетно-посадочная в Кирове с растениями какими-то в Боинговском. Это нормально. Но мы сели все-таки. Слушайте, Александр, вот мы с вами давно знакомы, и, на самом деле, когда я приглашал, я знал, что много узнаю нового, несмотря на наши давние знакомства, но я надеюсь, что благодаря нашей программе Александра узнали и наши радиослушатели. Спасибо вам за то отношение, с которым вы занимаетесь своим делом. Спасибо за то, как вы относитесь к тому, что делаете. Спасибо за то, что вы делаете. Благодарю. Это была программа «Разговор по делу». У меня в гостях был Александр Салтыков, руководитель компании «Сфера», но мы с радиослушателем и услышимся в эфире традиционно через две недели. Спасибо, Александр. Спасибо. Разговор по делу